Результат мне удовлетворен, хотя я считаю, такие матчи надо проводить менее нервно, заканчивать более спокойно. Плохо то, что пропустили, потому что как бы в Гродно уже так в обороне мы сыграли, более-менее надежно. В этой игре тоже соперникам не давали шансов, но один вот эпизод и раскрылись, и сразу получили мяч в воротах, поэтому я тебе не удовлетворю. Ну, в целом, первый тайм, я считаю, в атаке не все получалось, что мы планировали, то, что мы наигрывали. Мало было прострела с фланга. По сопернику мы знали, что они будут обороняться и будут контратаковать, потому что они имеют 3-4 очень быстрых футболиста, и на это они рассчитывали. Но мы в целом ничего не дали создать соперник, кроме одного эпизода. Ну, потому что, во-первых, он очень плохо вышел в Гродно, я недоволен был его действиями, как он вышел в Гродно. Во-вторых, если вы знаете, у нас начинало 4 иностранца, и я испытываю определенные проблемы именно с иностранными игроками, поэтому один из иностранцев у меня постоянно не попадает в заявку. Потому что, если вы знаете, что и Вергейчик это игрок центральный нападающий, и Зубович больше тяготит центральный, и Белонога лучше использовать именно центральным нападающим. И Фатай мне получается четвертый центральный нападающий. Не понял. А он выниматься лежал, что у него рейнивера держит? Это на прежний уровень. А, если на прежний уровень? Ну, все зависит от его самого, от его мотивации. У него не проблема в футбольных качествах, а проблема в мотивации. Потому что, когда он злой, когда он хочет, я помню, как он вышел в Бресте, он очень прилично вышел в Бресте и усилил игру. Вот. Мне игроки, выходящие на замену, должны усиливать игру, добавлять движение, добавлять скорость. И сегодня я доволен Зубовичем, доволен Белоногом. Эти ребята вышли, я считаю, ну, вошли, влились в игру и как бы усилили команду. Вот. Не всегда бывает тот игрок, который сильнее, начинает с первых минут. Есть своя стратегия, своя... Я сегодня доволен теми заменами, как ребята вышли и как они... ...послушили. Как я делал проблему игроков у Швецов? Ну, Швецов уже поправился, вот, но... Сейчас, как бы... Мы в Гродно сыграли на ноль. Сыграли, я считаю, достаточно уверенно. И по мне, вот, именно... Максиму надо добавлять именно в развитие атаки. Просто был ряд у него таких неудачных матчей, когда он... Я думаю, немножко надо время, чтобы он чуть-чуть перезагрузился, успокоился и все у Максима хорошо будет. Ну, Шитов пока в общей группе не тренируется, он индивидуально работает. Ну, есть же какие-то сроки. Сроки... Такое слово плохое, сроки. Это в доктору вопросе. В первом пуге вы доверяли молодым с Борисом, а вы выходите на пожар вовремя? О, семь, восемь. Да. Сейчас много, практически нет. Я доверяю тем ребятам, кто сильнее сегодня. Кто сильнее именно сегодня, в этот момент. Молодых подводить надо через подготовительные сборы. В сезон очень сложно подвести молодых и дать ему играть, и чтобы они прогрессировали. Они должны пройти хорошую предсезонку с главной командой. Тогда у них есть шанс закрепиться. А на тот момент они были сильнее тех игроков, которые не играли. Вот все. И мы получили желтую карточку в прошлом году. Шемусик перепутал. Он должен был 17 номеру показать желтую и потом красную. А он мне показал. В плане сыгранности я вижу прогресс. В том же Гродно у нас в первом тайме было, наверное, шесть выходов один в один или семь. В первом тайме. В минут 60 мы очень хорошо играем. В этой игре, наоборот, мы инертны. Я считаю, что в первом тайме были такие необоснованные потери в таких ситуациях. План был на игру – это вскрывать фланги. Через фланги мы имели больше ростовых игроков. И Вергечи хорошо играет головой. И Фил высокий, который должен был сбрасывать. И мы слабо на флангах играли. Вот это мне идут. Зачем мне опять повторяться? Сейчас, не знаю, практический набор от контекста и чемпионской гонки. Как вам кажется, не нравится списать? Мы идем от игры к игре. Выиграли в Гродно, приехали. Сейчас выиграли. Сейчас у нас Гоми, Шахтер. То есть цеплят по осени, считай, правильно? А кто списал, кто не списал? Ну и себя.